Всем здорова! Сегодня будем смотреть, точнее буду показывать как проверить датчик холла. Вот я взял самый дешевенький. Просто пришел, попросил самый простенький дешевый датчик холла. Кто не в курсе это датчик такой, который работает в системе зажигания, но не много где применяется в принципе как датчик холла, но конкретно буду говорить о датчике холла, который применяется в системе зажигания автомобилей. ВАЗ, Пассаты старенькие, Вольсвагены там всякие, Аудюшки старенькие. Просто у меня уже есть видео о том, как проверить датчик холла, но почему-то некоторые приматы начинают писать и возмущаться, что вот я искал, искал, задолбали, водите людей в заблуждение, только вот нервничать заставляете, ну извини, если у тебя с головушкой не совсем хорошо, то никто не виноват, ты сам нервничаешь. И там в видео было показано, как проверить датчик холла методом исключения. То есть умный человек, он поймет, о чем я там показывал. Потому что даже в мануале это написано, что методом исключения. Вот сами подумайте, не работает у вас зажигание, нету искры. Как датчик холла проверить? Снимаете разъем, вот такой вот разъемчик, сняли, как я уже показывал, в центр проводок через лампочку на массу зажигания в готовность, центральный провод с распределителя вытащили, на свечку, на двигатель, и замыкаете через лампочку на массу средний провод сигнальным. Искра появилась, ну тут уже ежу понятно, что что-то не то с датчиком холла, то есть методом исключения. Но, несмотря на это, очень много идиотов, по-другому я не могу назвать этих людей, потому что думать они не хотят. Они думают, что везде есть какая-то такая, знаете, секретная кнопка, частенько еще пишут, что вот почему-то так долго все объясняешь, разжевываешь, да чтоб меньше было вопросов у людей. Все по-разному воспринимают информацию. И это пишут, как правило, те, кто действительно, как я уже сказал, ищут такую секретную кнопку, которая, знаете, для них идеальное видео. Открываем капот, вот там вот кнопка, никто не знал, вот у вас колеса отстегнулись, бензин кончился, вот кнопку нажимаете, у вас все в порядке. Ну, это не бывает такого. А сейчас в данном ролике я вам покажу, как проверить именно сам датчик холла, сам. Потому что, да, я согласен, трамблеры где-то там, может, на массу коротить или еще что-то, всякое может быть. Вот именно сам датчик холла мы с вами сегодня будем проверять. В общем, ребята, смотрите внимательно, я вам сейчас попытаюсь все поэтапно разложить. Потому что я понимаю, что у всех восприятие информации разное. Кто-то с полуслова поймет, уже увидев вот эти элементы, кому-то надо объяснить. Потому что, ну, каждый профессионал в своей отрасли. Я вот, допустим, ходовки не разбираюсь, мне там рычагики не показывают, я хрен его знает, куда я они там, пока сам не разберу. Ну, так вот, нам для этого понадобится светодиодик. Какой угодно, но если уже не хотите заморачиваться, просто в автомагазин идете и покупаете светодиод. Хоть для габаритов, хоть куда. Любую светодиодную лампочку, самую дешевенькую. Далее, нам нужен резистор. Резистор от 1 до 7 кОм. Тут у меня 2 кОм. Мощность любая. Кто-то спросит, при чем тут сопротивление мощности? То есть сопротивление вот этого резистора 2 кОм. Но у него мощность 1 Ватт. Такие же могут быть 2-х ваттные, то есть тоже 2 кОм, но он будет больше. То есть он просто, если уже объяснять совсем просто по детсадовскому, он к перегреву более устойчив, потому что площадь больше, больше тепла выделить, значит меньше шансов, что он там обуглится. Перегреваться будет. И, конечно, нам нужен сам датчик хола. Датчик хола вот такой вот, простенький. Ну, распиновочка у них у всех одинаковая. То есть по цветам 99% всех датчиков хола, они одинаковые. То есть черный это минус, красный это плюс, зеленый это сигнал. И если будете вы проверять, лучше все делать на таких зажимчиках. Но я в данном случае, я хочу припаять к светодиоду проводки. Все припаять и припаивать прямо к клеммке, потому что крокодильчики могут соскочить, пока я буду показывать. И я вам покажу, то есть в руки возьмем датчик хола, пластинкой поводим. Увидите, как он себя должен вести исправно. Смотрите, ребята, теперь немножко рисунков. Вот светодиод. Он будет светиться только при определенной полярности. То есть тут есть анод, катод, это обычный диодик, только он излучает свет. Прибором можно вызвонить, но если прибора под рукой нет, светодиод очень легко определяется. Вот видите, я вот нарисовал. Смотрите, тут есть пластиночка, контакт, он насквозь просвечивается маленький. Это анод. Вот побольше, это катод. Вот видите. То есть у нас, где белый провод, это катод. Где коричневый, это анод. Теперь схема подключения. Плюс это красный, минус это черный и сигнал. То есть мы подключаем светодиодик анод, вот он, коричневый провод, к сигналу, к среднему. Катод мы подключаем к минусу. А вот между сигналом и плюсом включим резистор. Ребята, смотрите. Вот между зеленым и черным, то есть средний это сигнал, я подключил светодиод. Я подключаю пайкой. Вы делаете это на крокодилах, либо на скрутках. Как вам удобнее. Теперь нам между сигналом и плюсом нужно припаять резистор. Полярность у резистора не важна. Хоть так, хоть так припаивай. Все, ребят. Смотрите, я подключил резистор. Теперь нам нужно подать питание. Питание, дабы не угробить датчик случайно. Рекомендую вам от 4 вольт до 9. То есть, в принципе, можете батарейкой крона. Без проблем. Сейчас я вот выставлю на лабораторнике 6 вольт. 6,3 у меня получилось. Берем металлическую пластинку. Вводим зазор. Видите, загорелся светодиод. Выходит из зазора, гаснет. Опять загорелся, гаснет. Можно чуть-чуть дать побольше. Вот сейчас представим, как крона будет работать. 9 вольт даю. Чуть-чуть больше. 9,2 получилось. Смотрите, как должен светодиодик себя вести. Отвалилось у нас питание. Показываю. Раз, загорелся. Пластинку вытащили, потух. Загорелся, потух. Покажу боком. Потому что чуть-чуть отсвечивает подсветка. И кажется, будто он светится. Видите, да? Загорелся, потух. Загорелся, потух. Пластину вытаскиваем. Светодиод не загорается. Вводим пластину. Он должен загореться. Светить начать. Как чересчур тру электрики говорят. Вот таким образом. Ребята, таким вот образом. Это делается. Ничего сложного. Все просто. Это вот даже можно назвать точная проверка датчика Холла. Потому что очень-очень-очень много негодований было. Что как так, ты же не проверил датчик Холла. Это была в том ролике проверка датчика Холла методом исключения. Кто не в курсе, почитайте и узнаете, что это такое. А это проверка конкретно самого датчика с помощью светодиода. Еще помимо этого, кроме как проверить светодиодом, еще удобно. Знаете, что делать? Вот такой вот ответный штекер берется. И припаивается резистор. И припаивается светодиодик. Одели. Батарейка крона у вас там висит тоже на штекере. Подключили в разъем. И крутите. Момент зажигания устанавливать по светодиоду. Очень удобная вещь. Кто вот хочет, воспользуйтесь. В общем, вот такой простенький способ. Кому понравилось, жмите палец вверх. Подписывайтесь на канал. Обязательно не забудьте зайти в описание. Я там оставлю две ссылочки интересные. Одну на группу ВК. Вы можете подписаться, задавать вопросы. Я буду рад. Буду стараться отвечать. Все, что смогу, помогу. Это не вопрос. И вторая ссылочка на мой второй канал по автомобилям. Так как сейчас нас замело вообще капитально. Пока видосы я не могу делать. Но я в ближайшее время сделаю их несколько штук. И как бы компенсирую ожидания ваши. Так что не переживайте. Подписывайтесь на второй канал. Постараюсь сделать все интересно. Доступно. Ну и конечно же жмите колокольчик на кнопочке подписаться. Чтобы не пропустить свежие ролики. У нас их выходит довольно много. И довольно часто. Ну не прям уж горы целые. Но стараюсь каждый день выкладывать что-нибудь интересненькое. В общем всем удачи. Снова и снова опять я вас поздравляю с наступающим. Буду до самого первого января вас поздравлять с наступающим. Потом уже с наступившим буду поздравлять. Вот. Желаю всем удачи. Успехов. Скоро увидимся.